Всем здарова, мои друзья! И сегодня мы с вами будем осматривать вот такую вот замечательную самоделочку «Поднимательская Великая Отечественная Война». Начну мы осматривать эту самоделочку с вот этой части. Так, сейчас. Во, здесь мы можем заметить, стоят ящик, бочка, часть стены на заднем фоне. Это не нужно. Также здесь большая часть забора, мертвый советский солдат, а именно снайпер, еще один солдат. Здесь мы можем заметить советский командир, который бежит и стреляет из своего револьвера. Здесь мы можем заметить советского солдата. В руках он держит винтовку с прикрепленным штыком и тоже стреляет. Здесь, внутри этого разрушенного здания, стоит вот такая вот пушка или гаубица. Здесь мы можем увидеть советского солдата, который стреляет из своего ППШ. Здесь мы можем заметить такие вот укрепления. Здесь мешки с песком, русский пулеметчик, снайпер, который почему-то не стреляет, видимо, целится. Здесь, опять же, мешки с песком и два солдата, один из которых мертвый. Здесь мы можем заметить Катюши. Кстати, эту самоделку я назвал «Захват Катюши». Здесь мы можем заметить саму Катюшу, солдат, который вылазит из этой Катюши. Здесь мы можем заметить советского солдата с винтовкой, который отдыхает, ну, или же перезаряжает свою винтовку. Здесь мы можем заметить ящики, радиста, который же передает по рации, его винтовка и также бегущего солдата, который держит в руках ППШ. Здесь мы можем заметить немецкого медика, который тащит раненого, а раненый, в свою очередь, отстреливается от русских. Также мы можем здесь заметить две бегущих немецкие собаки в броне. Не знаю, была тогда броня у собак или нет, но я сделал их в броне. Также здесь мы можем видеть бочку, вот такой вот мешок с песком и одну застреленную немецкую собаку. Здесь мы можем заметить перевернутый советский, ну, или же американский джип. Также под этим джипом валяется какая-то сумка и вот такая вот баночка. Также мертвый солдат, который рулил этой машиной. Здесь мы можем заметить двух советских солдат с винтовками. На каждой из этих винтовок прикреплен штык и двух немцев. У одного прикреплен штык на винтовке, а у другого нет. Также под этими немцами находится вот такая вот сковородочка. Также за этой машиной находится заборчик, стол и крышка от ящика. И вот такое вот здание, которое мы перейдем попозже. Продолжим мы обзор с этой части. Здесь мы можем заметить опять же здание. Немецкая солдата, которая спряталась за ящиком и отстреливается из своего МП-40. Здесь мы можем заметить мешок с плеском немецкого солдата, который сидит и стреляет из своего СТГ-44. Также мы можем здесь заметить еще одного вот такого серенького немца. Еще один немец. Здесь мы можем заметить пулеметный расчет, который составляет один пулемет. И второго солдата, который держал в руках МП-40, отстреливался, ну и его застрелили. Также мы можем здесь заметить поваленный забор этим танком, который едет прямо на русские укрепления и отстреливается. Также мы можем здесь заметить немецкого солдата, который залег в укрытие и стреляет из МП-40. Здесь мы можем заметить вход в это здание, мотоцикл, двое солдат, которые выбегают из этого здания. И небольшой отряд немцев, который идет за этим танком. Кстати, в этом отряде есть вот такой вот огнеметчик, правда, с современным противогазом. Ну что ж, здесь самое интересное, что находится внутри здания. Здесь находится советская, точнее немецкая, панзеркомваген-бизон с 150-мм пушкой, гаубицей. Этой штукой управляют два немца, их видно, но еще есть мисклот и еще один солдат, который сидит внутри. Возле входа также можем видеть этот танк, ящики сложенные. Здесь мы можем заметить газету, перевернутый стол, еще один стол, который почти нормально стоит. Еще один перевернутый стол, два ящика. Стол, на котором стоит вот такой вот, какая-то штука называется, то ли граммофон, то ли магнитофон, то ли как-то по-другому. В общем, вот такая вот штука здесь стоит, чашка, аптечка, немецкий командир, который держит рулелка в руках, пистолет Люгера и осматривает карту. Ну что ж, друзья, сегодня я вам показала вот такую вот замечательную самоделочку по тематике Великая Отечественная война, захват Катюши. Если вам эта самоделка понравилась, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на мой канал, если вам нравится то, что я делаю, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующих видео. Ну а всем спасибо за просмотр и всем пока!